Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 16 июля и вы заметили, что сейчас у меня разгар сезона. Очень много видеороликов о приготовлении различных блюд из овощей, выращенных своими руками. Потому что я всегда повторяю, что овощи, которые мы готовим, их нужно обязательно все в каком-то виде применить. Хоть они у вас, например, ранние скороспилки, которые вкус вас не устраивает, там с кислинкой или с какой-то. Я уже много рецептов выложила, где вообще не важно, сладкий он или не сладкий, вот эти корейские всякие томаты. И вот сегодня буду делать томаты запеченные по-провански, вот с прованскими травами. Прочитала один комментарий, где одна зрительница написала, ой, вкусно, наверное, но я такие сложные рецепты боюсь делать, не берусь. Я вам сейчас скажу, как делать очень-очень просто. Я сначала, когда начала 3 года назад впервые его делать, тоже мне показалось сложно. Но когда делаешь много-много-много раз, оно вот это все на автомате. И сейчас я поняла, что рецепт этот несложный, его делать очень просто. Главное подобрать томаты. Вот у меня вот эта малиновая ляна, видите, они все как по стандарту. Чтобы томаты были не переспевшие, чтобы они были такие, ну, держали форму. Чтобы когда мы их будем разрезать на половинки, чтобы они не разваливались, не вытекались. Вот эта вот у меня малиновая ляна, она идеально подходит. Вот такие томаты или сливовидные, или пальчиковые. Вот видите, они у меня тверденькие. Я сейчас разрежу их на половинку, разложу на противень. И я когда на противень разложу, я скажу уже вам быстро, как... Сначала, да, я тоже все мерила на весах, все что-то отвешивала, отмеривала. Сейчас я уже ничего не делаю, я готовлю их так же, обыденно, как и режу вот салат просто на еду. Вот салат же мы режем, мы так же вырезаем жопки, разрезаем, кладем куда-то масло, добавляем соли, сахара. И вот томаты запеченные по-провански, вот этот итальянский рецепт, я тоже уже освоила и упростила. Вот до невозможности делаю очень-очень быстро. Это единственное, что один час выпекать в духовке. И то я уже знаю, что этот час я их поставила, и минут 40 я свободна. Все сейчас буду делать, все вам расскажу. Я все томаты разрезаю на половинки, убираю семена, но семена можно не убирать. Смазываю противень маслом, так же, как перед любой выпечкой, вот, например. Потом готовлю смесь, так как у меня, я готовлю постоянно на одном и том же листе. И у меня вес примерно всегда одинаковый, вот у меня здесь 1,6 кг, 1,5 кг, 1,7 кг примерно. Я уже знаю, сколько мне нужно. Я вот на такой лист беру соль, сейчас скажу вам такую, соль столовую ложку, но без горки, вот такую. И в два раза больше сахара. Сахара в два раза больше. И сюда же я добавляю свои прованские травы, одну ложечку. Вот у меня натуральные прованские травы, мне зрительница прислала из Франции. Но первый год, когда у меня не было прованских трав, я использовала, так же успешно для этого рецепта, простые хмели-сунели. Добавляла вот в эту смесь, добавляла хмели-сунели. Если нет хмели-сунели, можно просто добавить наши вот травы, которые растут у нас или продаются в магазине. Даже если вы не выращиваете там базилик, сельдерей, укроп, петрушку. Можно сейчас все это купить очень дешево в магазине. Сделать смесь и все намешиваю. И просто всю эту смесь, я знаю, что вся эта смесь должна у меня уйти. Я просто ее всю методом посола рассыпаю на все эти томаты. И вот в этом рецепте, как вы видите, растут сахара в два раза больше, чем соли. Тут не важно, кисленькие у вас это будут томатики, вот тут скоростелки. Или даже какие-то буренькие, которые еще вообще вкус не сформировался у них. Вот эти травы, вот этот сахар, он изменит вкус томатов до неузнаваемости. Они у вас будут и сладкие, как по заказу, и ароматные. Все, сейчас я все высыпала. Кажется, что много, но томаты все в себя впитают, и соль, и сахар. Конечно, вот дозировку соли нужно подбирать каждому. Я когда стандартный рецепт делала, мне сначала показалось пересолено. Я начала убавлять. И вот для меня теперь идеально. Вот на такой противень соль неполная, столовая ложка. В два раза больше сахара. И ложечка трав любых. Все, сейчас я ставлю в духовку примерно на час при температуре 120 градусов. Через 40 минут начинаю заглядывать. Потому что бывает, что это зависит от толщины стеночки томатов. С тонкими стеночками они быстрее запекаются, с толстыми они подольше запекаются. Когда будут готовы, я их выну оттуда. Подавлю чеснока, немножко их чесноком вот так вот как припорошу. И буду укладывать в баночку. Когда приготовится, я вам покажу. Вот прошел час. Вот они они с пылу с жару. Вот такими стали малиновые ляны. Вы видите, что объем убавился, наверное, раза в два, в три. Они были такие жирные, мясистые. И я узнаю, как готовность. Она должна быть мягкая, видите, эластичная. Вот эта вот половинка. Но не сухая. Это не вяленые. Это запеченные томаты. И вот это томатное мясо, оно должно в нем остаться. Вот это самое вкуснятина. Сейчас будем чесноком. Мне осталось подавить чеснок. Вот так немножко на каждую по чуть-чуть положить. И уложить в баночку. Она еще настоится. Час-полтора. Вот эти травы, которые сверху сухие остались, они же будут, ну, как друг на друга накладываться. Они еще будут в этом, в рассольчике от этих томатов. Чеснок пропитается. Ну, вкуснятина. Ну вот, я припорошила свои томаты чесноком. Вот так вот. Сейчас буду складывать их в баночку. Вот сейчас я складываю свои помидорки в банку. Конечно, во время этой укладки я их поедаю тоже. Смотрите, какая прелесть. Вот тут они поджаренные с этой стороны. В чесночке. Я уже 2-3 съела. Такие же вкусные. Вот эта малиновая ляна идеальная. Видите, шкурка держит форму. Она как курага. Она не распадается никуда. И мяса много. И когда говорят в комментариях, пишут, что нафиг эти скороспилки. Они кислящие. Мне всегда хочется сказать, может быть, вы не умеете их готовить. До чего же вкусная вот эта малиновая ляна запеченная с прованскими травами, с чесночком. Я-то, конечно, каждый раз собираюсь заготовить на зиму маленько. Но как только сделаю лоток другой, у меня сразу ручонки тянутся. Я ее съедаю в первую очередь. Вот сейчас наложу. Ну, что мне вот эта баночка? На сегодня и на завтра как раз. Ну вот, мои томатики готовы. Даже полная баночка не получилась. Но она была бы побольше, если бы укладчица во время работы не подъедала бы. Вообще, конечно, это же деликатес. Он не должен быть в трехлитровых банках или ведрами. Выход продукта очень маленький. Вот с такого с противня, куда входит томатов сырых почти 2 килограмма. Там где-то было то ли 1,7 кг. Выходит, вот, баночка всего пол-литровая одна. Но зато как вкусно. Только ради этого стоит постараться. И вот, глядя на то, как я готовлю их, вы должны понять, что ничего сложного в этом нет. Если бы мне понравился рецепт, и я готовлю несколько раз, конечно, потом уже все делаешь автоматически. Быстро разрезал, быстро положил. Обсыпал вот этой смесью, закрыл в духовку все. Занимаюсь своими делами, что-то на кухне там. Ну, другое что-то делаю. И слежу за ними понемножку. Через час они готовы. Чесноком обсыпала, уложила в банку. Сразу скажу, дополнительного масла я туда не лью. В прошлом году я насмотрелась видеороликов, где заливают полностью растительным маслом для длительного хранения. Потом кушать их сложно. Они сильно маслянистые. Мне столько масла кушать нельзя. Я только вот смазываю противень. Ну, там несколько столовых ложек. И потом вместе с тем, что выделили помидоры, вместе с этим маслом сюда же сливаю. Сейчас они пропитаются. Полтора-два часа. И поверьте, завтра, наверное, к обеду их уже не будет. Причем кушаю я их одна. Я никому больше не даю. Но муж на них сильно и не кидается, потому что он больше любит салаты, свежие и все. Ну, а я подсела вот на эти томаты, запеченные по-провански, или просто с травами. Для меня это, кажется, самое вкусное блюдо на сегодняшний день из томатов. Но с годами, может быть, найду еще какое-нибудь вкуснее. Но все, кто пробовал вот такие томаты по этому рецепту, все в голос говорят, ну, это вкусно. Но только мало. Всегда почему-то мало. Маленький сильно выход томатов. Все, до свидания. Желаю вам освоить огородную кулинарию от и до. Много блюд, чтобы разнообразных было. И тогда уже, когда вы услышите в очередной раз, что зачем эти скороспелки, кислятина, вы усмехнетесь про себя и скажете, А мы-то знаем, как делать скороспелки вкусными, такими, что пальчики оближешь. Из скороспелок делать деликатес итальянский. Ну, все. Уже сейчас начинать, наверное, кушать надо.